Слава Господу! И он отвержил статство и учил их, говоря, Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, Блаженны плачущие, ибо они утешатся, Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Вы знаете, вот прочитав эти стихи, эти слова, на первый взгляд может показаться, что Христос говорит только исключительно к ученикам, потому что мы как прочитали вот в первом стихе, увидев народ, он зашел, и приступили к нему ученики, и он учил их, и кажется, не совсем понятно, ну а кого он учил? Он учил учеников своих, или же он учил весь народ? Вот, и есть люди, которые от такого придерживаются мнения, что Нагорная проповедь, она исключительно для христиан, она только вот для апостолов, для учеников, и как бы не для народа. Народ это просто, знаете, где-то стояли они, может быть, сзади или вокруг горы собрались, просто как бы слушали слова Христа. Очень интересно было послушать. Но это в корне неверно, потому что в седьмой главе, в конце этой Нагорной проповеди, смотрите, что мы читаем, 7, 28, 29. И когда Иисус окончил слова эти, народ явился учению Его. Почему? Он учил их как власть имеющей, а не как книжники или фарисеи. И, другими словами, Христос не просто, ну, перетолковывал мнение или чьи-то слова, как часто делали фарисеи, книжники, которые просто перекликивали друг друга. Один то написал, другое иное. И вот они как-то вместе пытались сойтись к одному, может быть, мнению. А иногда были просто противоположные группы какие-то. Но здесь люди сразу увидели, что Иисуса, Евангелие, Его учение, оно с властью. Иисуса, оно как бы на все роды. Это как бы то вечное Евангелие, не просто какая-то идиллия, которую можно прослушать, согласиться, может быть, и все на этом. И вот интересно, как люди, знаете, на протяжении веков всегда подходили к Нагорной проповеди. Было вот немало философов, немало гностиков и даже моралистов, ну, таких, как, например, Лев Толстой, которые утверждали, что Нагорная проповедь – это ну такой уж идиллический, вот, знаете, вот такое идиллическое учение, ну, что просто недосягаемое. Ну, зачем даже пытаться, вот, исполнить эти заповеди? Зачем пытаться, знаете, быть нищим духом или быть кротким? Ну, это же на самом деле недосягаемо просто. И в какой-то мере эти люди правы. Почему? Потому что Христос настолько высоко поднимает планку, что для человека душевного любая из заповедей Христа становится недосягаемой. То есть для человека душевного, не знающего Бога, в котором не пребывает Христос, рано или поздно этот человек приходит к такому же заключению. Он говорит, невозможно исполнить слов Христа. Я, может быть, старался тысячу раз, но не получается исполнить слова Христа. Как можно быть миротворцем? Как можно быть чистым сердцем? И на самом деле, без Христа это просто невозможно. Ну, вы знаете, мы, конечно же, такого мнения не придерживаемся. Вот, мы, евангельские христиане-баптисты, мы верим всем слова Христа, мы их приняли, мы полностью стараемся жить по ним. Но у нас есть немножко иная крайность, чуть-чуть вот другая крайность. Вы знаете, мы настолько часто бываем, слышим, мы из года в год перечитываем слова, что мы можем впасть вот в некую какую-то, знаете, изоляцию такую или пассивность. Нам может показаться, что мы настолько хорошо знаем слова Божьи, и вот заповеди блаженства, что мы уже их исполнили. И, наверное, уже в жизни их и притворять особо не надо, потому что мы знаем их. Ну, мы же знаем, мы говорим. И вот, знаете, вот в этом есть такая опасность, потому что это делает нас духовно пассивными, и мы перестаем наблюдать за собою, как мы себя ведем в различных обстоятельствах и ситуациях жизни. И это крайне отрицательно для верующего, это крайне опасно даже. 2 августа, Chicago Tribune, это много лет назад было, но они передавали одну такую интересную историю про мистера Алифа. Джеймс Алиф его звали. И вот он как-то возвращаясь вечером, было уже поздняя ночь, и что-то случилось, он споткнулся, упал и потерял сознание. На следующее утро, это было 2 августа, он просыпается от такого большого громыхания. И он думает, да где же я нахожусь? И немножко так приподнимает голову, и оказывается, что над ним проходит пояс с составом 180 вагонов. Проходит просто, и он думает, как я здесь очутился, что происходит? И он так немножко прижался к земле, полежал, обождал это все. И потом, естественно, приехали полицейские, стали спрашивать, и все, что он мог вспомнить, это то, что у меня, я не знаю, как я здесь очутился, но у меня очень, говорит, голова болит. И вы знаете, вот не будучи вот в таком состоянии, в каком-то сонном состоянии, мы можем точно так же с вами, как этот мистер Алиф, очутиться в такой пикантной ситуации, в такой опасной, когда нам кажется, что мы знаем, куда идем, нам кажется, что мы знаем путь, мы уже ходили этим путем много раз, но тем не менее задремать и оказаться в опасности, вот в духовной опасности, не исполнить этих заповедей блаженства. Обратите внимание, вот как Христос призывает, не просто говорит нам, вот вы должны, вы обязаны исполнить это, а иначе Господь придет, и Он вас накажет, и с вами будет что-то худое. Знаете, Он не таким образом. Заметите, как вот Он призывает, говорит, блаженны Макарио, то есть блаженны, радостны, happy, те, которые исполняют это в своей жизни и притворяют. Он призывает таким вот положительным образом нас всех исполнять Слово Божие. И хотелось бы сегодня как-то вот по-особенному поразмышлять одно христианское благодетелье, которое мы прочитали вот в пятом стихе. Христос призывал здесь учеников и народ к ротости. Он говорит, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кротость. Знаете, вот когда мы живем нашей жизнью, вот именно плоды Божьи, которые Он даровал нам через Духа Своего Святого, вот они должны проявляться во всех наших обстоятельствах. Во всех обстоятельствах. И особенно вот кротость, она может во всех полностью обстоятельствах проявляться в нашей жизни, как в заслугах, знаете, как и даже в положительных и в отрицательных. И когда мы испытываем какое-то непонимание в среде, и все мы, кто-то имеет детей, кто-то учится, кто-то на работе, и все мы каким-то образом соприкасаемся с людьми тем или иным образом. И поэтому этот добродетель, он всегда важен, и он очень весьма актуален. И поэтому Господь не даром призывает своих апостолов иметь и проверять себя на предмет кротости. Интересно, что это слово в самом оригинале своем, оно имело настолько многогранное значение, что его даже сложно одним словом как-то объяснить. Вроде бы по-русски переводится как «человек кроткий», но может быть это человек какой-то смиренный, или может быть спокойный просто. Но это слово имело очень много значений. Например, можно было перевести как «сдержанный», или даже первоначально оно использовалось для животных, которых нужно было обуздать. То есть не кроткое животное, это животное, которое еще не покорилось воле своего хозяина. Это мог быть лошак, или может быть какой-то конь, или осел, или верблюд, любое из животных. И вот когда его покоряли, когда его делали кротким, когда надевали узду, то говорили, что вот это животное теперь готово. Оно готово к повиновению, к службе. Это слово, оно как бы имеет такой оттенок податливости, или какой-то покладистости. Вот когда христианин, он готов к послушанию, он готов к смирению Господу, особенно Господу. Интересно, что также разные энциклопедии по-разному это слово объясняют. Вот, например, библейская энциклопедия Никифора объясняет это слово, как это тихое такое расположение духа, соединенное с осторожностью, чтобы никого не раздражать, и ничем не раздражаться. Вот, оно особенно вот проявляется, когда мы не ропщим ни на Бога, и ни на людей. Библейский словарь Бранхауза интересно объясняет кротость, что это синоним таких понятий, как смирение, покорность, незлобивость. То есть, этому человеку совершенно чуждо какое-либо высокомерие, какое-либо раздражение или гнев. И один из, ну, очень таких знаменитых богослов, теологов и пастырей, доктор Манлойт Джонс, вот особенно в 60-х, 70-х годах, он проповедовал много, в Англии служил, и даже некоторые книги переведены на русский язык. Но вот он так объясняет, он говорит, что кротость это истинный взгляд на себя, и выражается он в отношении к уважительным обхождениям с другими. То есть, кроткий человек, он удивляется, что и Бог к нему располагается, и что люди к нему также хорошо расположены. Интересно, что английское слово переводит это слово как миг. И чаще всего это слово означает, когда человек невысоко о себе думает. Невысоко о себе думает. Он невысок во мнении о том, может быть, чего он в жизни достиг, или что он, может быть, от него люди хотят. То есть, миг. И вот, конечно же, самый яркий пример кротости это наш Господь Христос. И вы знаете, вот чем удивительен Господь наш всегда? Это тем, что он не только чему-то научал и поучал, но что он и всегда это притворял в свою жизнь. И он чаще всего показывал именно в жизни своей, как это должно быть. То есть, как это проявляется и как оно действует в жизни. В Матфея 11 главе, 28 стихом, Христос призывает всех, и Он говорит, придите ко Мне, все труждающиеся обремененные, Я успокою вас. Возьмите, игорь Моя, на себя научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Заметьте, как Христос называет себя кротким и смиренным сердцем. Вы знаете, когда мы читаем такие слова, нам может быть показаться на первый взгляд, ну, как это Христос, будучи кротким и смиренным, называет себя кротким. Ведь кажется, это может быть даже как-то противоположно. Оно может быть даже как-то режет слух. Не должен ли Христос или другим, может быть, свидетельствовать о Христе так. Но Господ, будучи Господом, Иисус, будучи Мессией, здесь уникально исполняет слова пророка Захария. Вы помните, когда в 9 главе, вот 9 стихом, Захария пишет, он говорит, «Се, царь твой, грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом ослице сыне под Еремной». Как удивительно, Христос не только называет себя кротким, да, и говорит, как бы, я вот пример для подражания, для эталон, для подражания для вас, но он также людям открыто говорит, что я есть Мессия, я есть Тот, по которому мы должны все равнять нашу жизнь с вами. Что делает кротость? Во-первых, кротость, она безропотно подчиняет себя или предает себя Богу. Это не просто, ну, какое-то вот такое понятие, знаете, мы, может быть, определили его каким-то образом, и потом думаем, ну, мы как-то вот в жизни должны это притворить. И непонятно, каким образом все так может быть какими-то мутными красками. Но заметьте, как Христос показывает, что кротость, это не просто, когда человек свою волю исполняет, но когда он, во-первых, ищет волю и авторитет, полностью авторитет Божий. Вот Господь очень часто говорил, что Он пришел именно для того, чтобы исполнить волю Отца Своего Небесного. Например, в Яна 4, 3, 4 мы читаем, Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». И Христос на самом деле, Он исполнял волю Отца Небесного, Он не только творил чудеса, Он исцелял, Он прощал грехи, но на самом деле, знаете, когда вот проявилось испытание на то, исполнит ли Иисус Сын Божий волю Отца или нет, оно проявилось в Гефсиманском саду. Очень такое было испытание, на самом деле, тонкого характера, когда у Христа была вся возможность, чтобы не исполнить волю Своего Отца, чтобы не покориться, мы говорим о кроссе, чтобы не покориться воле Отца Своего Небесного. Вы помните, такой момент в Матфея 26 главе описывается, когда Симон Петр хотел вступиться за своего Господа, за своего Учителя, и написано, что он отсек рабу, которого имя было Малх, ухо ему отсек. Интересно, что только Лука упоминает о том, что Христос исцелил это ухо, потому что Лука был врачом. Но как бы там ни было, Христос, вспомните, что он отвечает ему, вот в 53 стихе мы читаем, или думаешь, Петр, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов, и потом задает вопрос, как же сбудутся Писания, что так должно быть. На первый взгляд Христос, кажется, идет по Писанию. Ну вот предстоит возможность спасти самого себя, сделать что-то невероятное, попросить Отца Небесного, чтобы Он 12 легионов ангелов, 76 тысяч представил, 72 тысячи ангелов представил, спасти себя. Но Христос знает, что авторитет Отца Его, воля Отца Его имеет первостепенную роль и первостепенную важность в Его жизни. И, братья и сестры, когда мы отстаиваем свои права в наших конфликтных ситуациях с вами, ведь именно тогда кротость проявляется, не правда ли? Она не проявляется, когда мы просто, ну, грубо говоря, сидим, может быть, на диване и лязгаем семечки. Оно не тогда проявляется. Оно проявляется, когда мы находимся в тяжелых обстоятельствах, когда нас к этому побуждает ропот, когда внутри что-то, может быть, взбудоражится, когда мы не согласны с тем, что происходит, когда мы не понимаем плана Божьего. И именно в этот момент это является именно вот этим тонким испытанием на то, покоримся ли мы воле Отца Небесного и Его воли или не покоримся. Знаете, это кардинальный вопрос. Вот, что нами двигает? Чьи желания мы хотим исполнить? И когда у Христа была эта возможность освободить себя от тяжелейших страданий и использовать свои сыновские права для того, чтобы Отец представил 12 легионов ангелов, Христос Петру так просто поясняет, как же сбудется Писание, что так должно быть. И вот сила нас, сила кротких христиан, это не в том, чтобы отстаивать наши с вами права, хотя у нас есть права, и мы имеем право в какой-то мере их отстаивать, но сила наша, подобно Господу, это в послушании Богу, это в послушании Его Слову, это жить по духу в тех обстоятельствах, которые кажутся нам на первый взгляд просто невыносимы. Яков в первой главе 21 стиху, вторая часть стиха говорит следующее, «В кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти души ваши». В кротости примите насаждаемое Слово. Чтобы Слово Божие действовало в моем сердце, я должен Ему покориться, я должен Его принять с кротостью, а ведь можно и без кротости Его принять, а ведь можно спорить с Богом, а ведь можно, вы знаете, спорить, может быть, с проповедником или с пастырем, и отстаивать снова же Слово и свои желания, и свои намерения. Но Яков, зная это, помните, он задает вопрос, «Откуда у вас ссоры и распри?» Он говорит, «Не от вожделений ли ваших?» Другими словами, эти верующие, они не покорились до конца и не до конца приняли Слово Божие, поэтому Слово Божие не могло действовать в их жизни и не могло действовать и приносить свой плод, как оно и должно. Сегодня мы живем, знаете, в очень такое лукавое время. Почему оно лукаво? Потому что нам, верующим, и нам вообще людям вот 21 века, нам всем кажется, что мы все знаем. Почему? Лавина информации. У нас так много информации, да, вот она как-то шквалом, вот все свободно, все доступно, на любой вопрос, кажется, есть ответ. В конечном итоге, если ты не знаешь ответа, ну, напечатай в чат GPT, тебе дадут ответ, из-за тебя там подумают. Да, я думаю, молодежь знает, что такое чат GPT. Я надеюсь, что вы им не пользуетесь слишком часто. Но вот именно из-за этого потока информации, даже сегодня люди говорят, вот ученые, они говорят, что человек не может из-за этой лавины информации не может все полностью переправить, как бы все проверить, отсортировать, знаете, отфильтровать, не может. Его мозг на это не способен. И поэтому зачастую люди, когда становятся в какой-то конфликтной ситуации, вместо того, чтобы полностью довериться Слову Божьему и поверить то, что говорит Господь, они начинают искать какие-то иные пути. И в конечном итоге, наслушавшись от всех всякого рода, знаете, мнения и комментарии и на всех этих социальных платформах, они приводят к одному мнению, я не знаю, как мне поступить. И вы не имеете права меня судить, потому что и вы не знаете, как надо поступить. Почему Иаков, почему Христос знали, что только Писание должно формировать, братья и сестры, наш характер, наш менталитет, наше поведение, наше мышление, Писание должно стать главным авторитетом нашей жизни. И это лукавое время сегодня. И враг сегодня претендует на то, чтобы стать авторитетом в нашей душе, или, по крайней мере, разрушить авторитет Писания в нашей жизни. И потом уже о кротости, о милосердии, о миротворении, о чистоте сердца уже и нет смысла говорить, потому что самое главное подкошено. Это твоя вера в незыблемость и чистоты Слова Божьего. И Христос знал это. Второе, без кротости невозможно положительно влиять на близких. Во-первых, на близких. И, братья и сестры, мы все люди, и мы все хотим хотя бы каким-то образом что-то доброе сделать, да, каким-то образом повлиять на кого-то в положительном, естественно, плане. Мы хотим, чтобы как бы через это Бог прославился. И это нормально, это естественно. Бог хочет, чтобы мы влияли на друг друга. Но если мы это делаем исключительно нашими силами, нашими плотскими стараниями, то, конечно же, у нас это не получится. И Христос показывает пример, вот этот уникальный пример, каким образом Он, будучи Сыном Божьим, будучи Мессией, всезнающим Богом, как Он умел влиять на Своих апостолов особенно. Конечно, мы знаем, что Он, бывало, задавал вопросы, приводил притчи, аллегории и так далее. Христос научал их, отвечал на эти вопросы. Но есть один интересный момент, который показывает, как Христос влиял на Своих апостолов. И давайте помнить будем, что апостолы это были поначалу, конечно же, рыбаки, которые многого не знали, которые нигде не учились особо. И поэтому им необходима была вот эта кротость просто сесть у ног Христа, как они это сделали на горной проповеди, на горе. Сесть и послушать, что говорит Христос. Но Христос имел неимоверно много кротостей и смирения по отношению к Своему апостолу. Матфея 13 глава. Христос предоставляет Своим апостолам сложнейшие доктрины о эсхатологии. Он говорит о Матфарстве Небесном, он приводит различные притчи. Сколько раз мы не читали и все равно мы что-то новое извлекаем из этой главы. Она сложная, она говорит о конца веков. И вы знаете, после всего этого Христос задает Своим апостолам в 51 стихе такой вопрос. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Заметьте, Христос сказал, поняли ли вы все это? То есть все, чему я вас только что учил, всем этим глубинам Писания, вы это все поняли? И они говорят, так, Господи, мы поняли другими словами. И Христос потом приводит в 52 стихе вот пример книжника, то есть он продолжает их научать, он говорит, вот, если вы будете всякий книжник, наученный Царству Божьему, он извлекает, выносит свои сокровищницы старой и новой, он продолжает их, знаете, он мотивирует их учиться дальше. Но какое глубокое смирение, Христос услышал, что они все поняли. А ведь Христос некогда сказал, что здесь больше Соломона, а ведь он Сын Божий, а ведь он тот, который абсолютно все знает, которому доступны все тайны и то, что он говорил ученикам, они ему так просто говорят, да, мы все поняли. Христос их, заметьте, братья и сестры, Христос их не упрекает, Он их даже не поправляет, Он их даже не проверяет, а на самом деле вы все поняли, что я вам сказал. Знаете, вот, кротость без любви, она совершенно бездейственна. Если человек просто хочет быть, ну, кротким для того, чтобы показаться людям, ему хочется, чтобы, ну, все называли его хорошим верующим, хорошим христианином, да, как раньше говорили здесь в нашей стране, a good Christian, просто, ну, добрый, хороший верующий, но он это будет делать без любви Христа. Рано или поздно эта кротость начнет ему самому служить. Он захочет, чтобы вот эта видимость кротости каким-то образом служила к его, знаете, благочестию или к чему-то еще, или к какому-то прибытку служила, и это очень опасный и лицемерный такой маневр, это лицемерное поведение фактически, но Христос не сходит к этим апостолам, да, он продолжает на них влиять, он продолжает их в кротости учить, даже тогда, когда они не понимали истин Писания. И как сильно это разится с этим миром, как сильно. был такой в прошлом веке знаменитый ученый Роберт Оппенгаймер, Роберт Оппенгаймер, это был отец атомной бомбы, это был человек исключительно гениальности, ему все легко давалось с самого детства, он был выдающимся физиком, математиком, он достиг просто невероятных высот, и все люди, которые встречались с ним, они признавали, что этот человек фактически гениален. Но интересно, что когда весь этот манхатовский проект закончился, его приняли просто преподавателем в одном из высоких университетов, по-моему, это был Гарвард, 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 да, и вот когда он там преподавал, вы знаете, в своих вот словах, в своих репликах, он настолько язвительно говорил, что он доводил многих своих студентов просто до слез, и они не знали, как к нему подходить, они боялись задавать ему вопросы, боясь, что он снова что-то скажет, или унизит их пред всеми, или посмотрит на них свысока. наш Господь своей любви, знаете, как он ласково подходил, насколько мягко, насколько с таким великим снисхождением, будучи сыном Божьим, будучи тем, кто больше Соломона, с каким великим снисхождением он подходил к ним, с каким снисхождением, братья и сестры, он подходит к нам, и за это ему да будет слава. Апостол Павел знал эту истину, что если мы хотим повлиять на наших ближних, то кротость это то необходимое качество. Вот обратите внимание первого послания Фессалони Китцам, 2 глава, 7 стих, 7-8, он говорит, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. 7 стих, он говорит, мы были тихи среди вас, то есть мы не роптали, мы снисходительны к вам были, подобно кормилице, он говорит, что мы хотели также и души свои передать вам. Вот заметь эту взаимосвязь кротости, снисхождения Христова в апостоле Павле и его любви к этой фессалоникийской церкви, и как сильно он ее любил, и как сильно эта же церковь любила апостола Павла. И Писание нас этому учит, что без Господа, без вот этой благодетели и добродетели кротости мы никогда не сможем повлиять, ни на кого, и тем более на наших близких. Третье, чему учит Писание, это то, что Христос Он наставлял также и противников в кротости. То есть, кротость, она позволяет нам наставлять не только наших ближних, но и тех, которые к нам недоброжелательны, тех, которые, может быть, нам не сильно нас любят, может быть, что-то замечают за нами. И Христос показывает даже в таких вот очень, можно сказать, конфликтных ситуациях, тем не менее, Господь проявлял кротость даже к Своим врагам. Мы об этом читаем в Иоанна 18 главе, когда Христос был в доме первого священника Анны, когда Его уже снова же вот взяли и повели к Сперва Кане, потом Каиафе. И Его Анна спросила, Он говорит, ну расскажи о своем учении. Христос сказал, ну а зачем ты меня спрашиваешь, спроси тех, которые слышали, вот они знают, я говорил явно, я говорил миру, в храме, в синагоге и так далее. И по какой-то причине стоял служитель рядом со Христом, которому не понравился ответ Христа. Он не понравился ему. И он берет и Христа по щеке ударяет. Вы знаете, наверное, происходит какой-то казус, ну а что дальше должно быть? Как должен Христос себя повести? И Христос ему отвечает, 23 стих, Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня? Заметьте, Христос не оправдывает этого человека. Нам зачастую кажется, что если мы кротки, ну мы должны ну промолчать, наверное, оправдать всякого рода беззаконие, ну совсем за себя никогда не заступиться, пускай делают беззаконники свое беззаконие, когда-то они вот получат свое беззаконие, когда-то Господь их накажет, но заметьте, Христос этого человека поправляет, он его обличает, но, очень важно, без злобы, без какой-либо мстительности, без гнева, он не угрожает, о чем Петр говорит. Будучи злословим, Христос не злословил взаимно, и братья и сестры, какое самообладание, какое самообладание, ведь человек, которого так только что ударили, или хлестнули по щеке, ведь всякий из нас может потерять самообладание в этот момент, и кажется, это будет оправданным, но Христос, зная волю Отца Небесного, зная, на что Он послан, имея эту величайшую кротость перед обстоятельствами, даже перед противниками, Он обличает этого человека, Он взывает к Его совести, но без какого-либо гнева и без какой-либо ненависти. Какой-то замечательный братья и сестры пример для нас, верующих, когда с нами, может быть, знаете, не соглашаются, ведь очень часто, когда мы встречаемся в таких обстоятельствах, нам как-то хочется вот ретироваться, куда-то, может быть, уйти, ну как-то, может быть, обидеться, может быть, ну что-то сказать такое веское, как-то вот доказать человеку, что вот он не прав. Христос это не делает. Заметьте, Господь нас учит в первосвященческой молитве 17 главе, Он говорит Отцу Своему Небесному, они не от мира, как и я не от мира. И, братья и сестры, это не клише. Христос призывает нас, чтобы в нас проявлялся характер Господа. И всякий раз, когда мы возрастаем в Боге, мы понимаем, что мы еще не там, мы еще на пути, нам должно еще возрастать в этих качествах, в этих атрибутах Христа, в Его любви к людям. Апостол Павел во 2-м Тимофея пишет 2-я глава 24-й стих, он говорит Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем мучительным незлобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог познания к истине. Мы, как верующие братья и сестры, мы знаем истину. И нам довольно-таки легко подумать, что ну я же знаю истину, вы знаете, я же готов вот умереть на горе истина, я готов вот стоять, да я же за истину. Но как часто мы вот забываем, что Христос нас не призвал к тому, чтобы с кем-то ссориться, кому-то что-то доказывать, да, или может быть кого-то вот пытаться переубедить, перевесить, как-то знаете, вот обогнать, может быть. Христос призвал через апостола Павла, он призывает Тимофея, он говорит, вот проявляй такие качества, будь незлобивым, скротостью наставляй противника. Нам часто кажется, что если вот я докажу эту истину, то человек изменится. Ведь как хорошо, что человек изменится, может быть даже покаяться. Но к покаянию призывает Господь. Сердце изменяет Бог. Дух Святой написано, пришед, обличит мир во грехе. В какой-то мере это не наша задача каять человека и каять грешника. Это делает Дух Святой. И поэтому он призывает, он говорит, скротостью и обличая противников. Скротостью, апостол Петр говорит, давать ответ скротостью и благоговением. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. К этому призывает нас Господь. И это заставляет нас смиряться и сознавать, что мы бессильны перед Богом повлиять на противников. Мы бессильны. Нет смысла какие-то транспаранты брать, что-то доказывать кому-то. Писание призывает нас, чтобы мы молились за предстоящих, молились за всякое начальство. И в этом есть сила проявлять свет Христа, молиться за окружающих. И последнее, поскольку кротость это плод Духа, то его невозможно культивировать в сердце без силы Господа и не пребывая во Христе. Это повседневно, это постоянно, это труд, который должен совершаться в каждом сердце. Как Христос сказал, если вы не пребудьте во Мне, и слова Мои в вас не будут, то вы не принесете пользу, вы не принесете плода, как ветвь не может принести плода сама Σобою, если не пребудет налазить, так и вы, если не пребудете во Мне, не можете без Меня делать ничего. Если мы замечаем в себе вот этот недостаток, если я, если Вы, брать, сестры, замечаем этот недостаток в себе, как важно пребывать во Христе еще больше, как важно больше молиться о том, чтобы Господь изменял наши с вами сердца, чтобы мы отображали образ Христа здесь на земле. Знаете, вот мы начали эту беседу с Матфея в пятой главе, и выше стихом Христос сказал такие слова, и это не случайно, «Блаженны нищий духом, ибо их есть Царство Небесное». А кто человек нищий духом? Это человек, который банкрот полностью без Бога, и он понимает и осознает, что он банкрот без Бога, и он нуждается в его постоянной поддержке и помощи, и он ищет общение со Христом, будучи нищим духом. Но здесь интересная мысль есть одна. Вы знаете, вот Христос, когда зачастую проповедовал, он не объяснял того, что он говорил, бывало. И зачастую это даже фарисеев и книжников, это страшно возмущало. Вы помните, как-то они подошли ко Христу и говорят, долго ли ты будешь держать нас в неведении? Если ты Христос, скажи так. Так вот, интересно, что когда Христос говорит, «Блаженны, кроткие, ибо они наследуют землю», он не объясняет, что значит наследовать землю. Ведь израильтяне уже прожили в Израиле полторы тысячи лет. Пятнадцать веков они прожили. О какой земле фактически Христос говорит? Земля не могла просто переходить от наследства к наследству. Христос не объясняет, что он имеет в виду. Но мы понимаем, что мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Что мы не здесь землю ищем, вот буквально вот здесь на земле мы ищем землю. Знаете, какую-то прапорти, может быть, купить. Нет, но Христос говорит, что если вы хотите жить на небе, то вы должны жить небесными ценностями, иметь небесное наследие, которому призывает нас апостол Петр. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И ради всего этого, вот ради этого небесного царства, ради того наследия, которое нам Господь приготовил, Он нас с вами призывает. Он говорит, блажены кроткие, ибо они наследуют землю. И мы все, братья и сестры, я включительно, мы все нуждаемся в этом. В том, чтобы Господь культивировал эту добродетель в наших сердцах, чтобы Он помог нам больше и больше походить на Господа нашего во всех исключительно обстоятельствах жизни. И Он говорит, блаженны мы, и мы получим небесное наследие. И в этом есть истинное блаженство. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся и попросим, чтобы Он помог нам в кротости. Аминь. Аминь.